5 мышек 3 клавиатуры 2 монитора полтора системных блока все это мне пришлось выкинуть в окно и разбить о стенку пока я выкачивал данную потасау даже бесполезное бревно плывущее по реке в силу кукуева я уверен принесет его жителям больше пользы чем данная пт нашим игрокам даже мария павловна начальница моего уже как при монетном состоянии климакса вызывает во мне больше положительных эмоций чем данный агрегат даже китайские нерегальные таблетки сунчан шау призваны исцелить от импотенции и лоботомии 95 процентов населения россии я думаю окажутся эффективнее чем это чудо американской инженерии даже лада приора покажется всем вершиной российской автоматизации когда ее сравнят с данным выкидышем танкостроения мне иногда кажется что т-28 это какой-то неопознанный летающий объект стремительно покинувший наполненные энергии и хардкором умы энтузиастов из группы аутистов детского интерната огонек города мытищи других объяснений я просто не могу найти в общем как когда-то сказал форест гамп это все что я могу сказать о вьетнаме до свидания а а а ее а и а а Продолжение следует... 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 Мчутся на парах Подобивать, подобивать, подобивать Утубить там фраг, там фраг Там подсосать, там подсосать Вы тоже никуда не успеваете По той простой причине, что Ваши 18 км в час Позволяет вам доехать до вражеской базы Ну, примерно к концу боя Вот так вот Поэтому играть на данной ПТшке Довольно дискомфортно, мягко говоря И неприятно И хотя у меня на ней в принципе неплохая статистика Если так посмотреть Где она у меня? Вот она у меня 68% побед 800 средний опыт, несколько воинов И так далее Хотя статистика неплохая, но честно скажу Что никакого удовольствия от игры на ней Я не испытываю Что касается самого ввода То я покажу вам один из тех редких боев Когда меня кинуло в топе В топ, извиняюсь Когда я попал на карту Малиновка Не было артиллерии, не было тяжей 9 уровня И было всего лишь там пару тяжей 8 И когда я действительно смог На 100% реализовать себя Как ПТ-САУ И реализовать свои характеристики Вот В любых других случаях Все происходило намного печальнее И неудобнее Неудобнее и приходилось Тащить на скиле Вытаскивать И пытаться как-то Скажем так Танцевать с булгами Хоть Чтобы хоть как-то Сгладить свои минусы Минусы данного танка Вот Но надеюсь данный бой вам понравится И вы сделаете для себя правильные выводы И из нарезки Которые увидели в начале ввода И из данного боя Итак, поехали Итак Вот он Тот самый Очень-очень трудный бой Посмотрим на сетап У нас в топе КВ-5 Я на Т28 59-ка и 44-ка И прощая мелочь У противника же Тигр 2 Альфа Тапок Пантера 2 И 59-ка И по мелочи Что же делать в бою В котором у противника Очень опасный сетап И 80% врагов Вас не пробивает Даже в лоб Конечно же Надо в начале боя Встать в кусты И ждать Что я собственно Сейчас и сделаю Смотрим Итак Я еду Несусь на всех парах Набираю свою максимальную скорость 18 км в час Ломаю заборчик О господи Это уже половина победы Еду дальше Еду Вот засвечиваются первые враги Это так называемые Оло ло рашеры Новый подвид СТ и ЛТ Я ломаю заборчик Следующий Прицеливаюсь И И На самом деле Это такой обманный маневр Вы сейчас увидите Что я хотел сделать Я откатываюсь Выезжаю еще раз Прицеливаюсь И убиваю То есть вы поняли Насколько я хитрый И умный Я сначала специально промахнулся Чтобы подманить ЛТ АМХ 12Т поближе А потом его убить Вот так вот Так что это все Не просто так Тем временем Мои союзники Как вы видите Обладая поистине Шедевральными Интеллектуальными Способностями Они В пятером Пытаются Убить Одну Пятьдесят Девятку И у них Как видите Это получается Очень и очень успешно Они получают Кучу дамага Пятьдесят Девятка Практически Дамага не получает И в принципе Чувствует себя Весьма сухо И комфортно Чтобы она не чувствовала себя Так себя Сухо Я Даю ей дамаг И сразу же Опять же Назад откатываюсь Судя по тому Что между нами Несколько рядов кустов Она меня не видит И не может подсветить То есть Я Не засвечен После выстрела Поэтому я без проблем Ее убиваю Наши же союзники Потеряв КВ-5 Половину хп Половину хп Т-34-85 И почти половину мчазев Они считают Что они сделали Все правильно Ну Не будем их В этом разубеждать Да ребят Итак После убийства Т-59 Я Как завзятый Ковбой Тихайский Рейнджер Еду К воде И сейчас Вдоль воды Вдоль Первой и второй Линии Буду делать С разворота Вщи Алеша Прошу КВ-5 помощи И сейчас Мы будем Пушить Как вы помните Я сказал в начале Боя что 80% Противников В этом бою У меня не пробивает Лоб А это очень и очень Опасно Для меня конечно Ведь От непробития в лоб Случаются Разные Нехорошие Казусы В общем Не буду Упоминать Какие именно Вот Но Тем не менее Возможно Вы сейчас Что нибудь И увидите Итак Вот первое Непробитие Я получаю Мне становится Очень и очень страшно Я от испуга Стреляю в БДСМ И И не попадаю Ну это потому Что В меня стреляют Как видите Меня продолжают Дамажить 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 Я опять Прицеливаюсь Стреляю И опять Не попадаю Ну это опять же От испуга Как вы понимаете Меня Пытаются фугасить Я свожусь На СУ-100 Стреляю И сношу Этого очень опасного Ворога Который не пробивает Меня в лоб Кончается Т1 Хэви Свожусь На Тигра И попадаю Ну это понимаете Это потому Что он в меня Не стрелял Поэтому я не смог Испугаться И не попасть И я продолжаю Ехать вперед Меня сзади Прикрывает КВ-5 Слава богу Я делаю Бланшоты Опять же От испуга И продолжаю Ехать Тем временем Обратимся На другие фланги Два топовых Тяжа Противников Заехали на горку Непонятно зачем Видимо там Вкусные леденцы Вот Я убиваю Все Живое На базе врага Ну а Два топовых Тех же противников Непонятно чем Занимаются на горке Ну пусть И дальше там Этим самым Занимаются Я практически Работаю по кулдауну Убиваю БДС Печально конечно Не хочется Огорчать Владельцев Данной техники Которые так Каждый бой Страдают Но ничего Нельзя тут уже Поделать Приходится Приходится быть Жестоким И злым Нагибатором Итак Как вы заметили У меня уже 5 фрагов Это 5 очень опасных Противников Я убил И сейчас Я подкатываюсь Вперед Тигр Это тяжелый Танк 7 уровня У него Очень Точное И Пробивное Орудие А это значит Что мне надо Его обязательно Добить Конечно Конечно же Я вам сейчас Соврал На самом деле Тигр Не опасен Совсем ДТ-28 Просто я хотел Получить еще один фраг И сделать война Вот такой вот я Меркантин Ну я Пишу Спасибо Конечно не знаю КВ-5 Просто не успел Откулганиться Или он действительно Оставил фраг мне Но Я его все равно Поблагодарил Потому что мне мама Всегда говорила Что Костенька Если тебе Какой-нибудь Незнакомый дяденька Дает конфетку То ты должен всегда Сказать Спасибо дяденька Добиваем КВ Пацан к успеху Ушел Все правильно Сделал я считаю И едем дальше Мы едем дальше Едем дальше Делаем раш По центру Кстати вот Как раз после этого боя Меня взяли в реды В дивизию Ред раш Потому что Мунгис посмотрел данный бой И сказал что Джофф Ты обалденный Ты тащишь Даже без голды И без допайка Научи нас Так же Классно играть И вообще Мы сейчас Продадим все свои 7 И будем играть на глобалке Исключительно На Т28 И делать раш по центру Так же как и ты После этого Меня взяли в реды И я стал там нагибать Всех учить Но Почему-то Меня потом выгнали Даже не знаю почему Печально Итак М4 умирает Это мой восьмой фраг Я чуть-чуть Откатываюсь назад Поворачиваюсь лбом К церкви И начинаю выцеливать Т29 Даю Дамаг в Т29 Забиваю гуслю Это я специально попал В гуслю Не думайте что это Рандом Это специальный скилл У меня такой Заточенный на попадание В гусны Еще раз Забиваю гуслю Отлично Возможно Сейчас добью Но Чуть-чуть раньше Стреляет Т34-85 А тем временем С горки приезжают Два наших горных Горячих парня Это Альфа Тапок И Тигр 2 Они видимо Подумали о том Что Наверное Не стоит там дальше Задерживаться И возможно стоит вернуться На базу И задефить Но Они немножко опоздали К сожалению Альфа Тапка я забираю Это мой 9 фраг Не попадаю в башню Тигру 2 И начинаю пушить Сейчас 8 минут 8 минута боя Значит примерно Через 4 минуты Я доеду до церкви Ну А пока я еду Я вам немножечко расскажу Зачем же я качаю Т95 На самом деле Ребята У меня есть идея Сделать серию водов По сопряжению И взаимодействию Некоторых танков В этой игре То есть понятно Что играть во взводе Можно на разных танках То есть На тяжах На СТшках На арте И так далее Но Некоторые танки Могут взаимодействовать Особенно хорошо Именно во взводе В паре Скажем так И у меня есть идея Насчет Т95 И некоторых других танков С которыми она может Очень классно сыгрываться Вот Поэтому Я специально себе выкачал Эту потусал В будущем ее куплю И Попробую записать Несколько видео Надеюсь Вам понравится Но это так Будет в будущем Ну а пока что Я еду Уже седьмая минута боя У меня 9 фрагов Я пью чаек Кстати очень вкусный С бергамотом Советую И еду К сожалению Не успеваю Тигра добить И Наши союзники Берут базу И так Какие же Результаты мы имеем В конце боя У меня 9 фрагов 9 опасных противников Я уничтожил Превозмогая И потеряв Целых Сколько 8% хп Очень опасный Напряженный Был бой Вы же сами видели Я получил Практически 2000 опыта 65 тысяч денег Неплохо Пофармил Да 24 выстрела 19 попаданий А сам я получил 25 попаданий Тоже неплохо Войн Стальная стена Вот так вот Такой вот Обалденный Нагиб А теперь Минутка Серьезности На нашем канале Если отбросить Все хихоньки И хаконьки И взглянуть на вещи Трезво То что же делать Если вдруг вам Надо выкачать Т95 И на вашем пути Стоит такая потенциал Как Т28 Как я уже говорил В начале ввода Такие бои Как показаны ранее Они бывают Один раз на 100 И в принципе В большинстве случаев Вы будете Очень сильно страдать Потому что артиллерии Сейчас в боях Не мало Ей подняли доходность Кидать вас чаще всего Будет вниз С списка Или в середину То есть в топе Будут танки 8, 9, 10 уровней Которые без проблем Пробивают вас в лоб Вот Уехать вы никуда не можете Маневрировать не можете Приходится сидеть на базе И ждать своего Печального Наверное конца Что же надо делать Если у вас есть возможность Проскочить за свободный опыт Эту машину Проскакивайте Это без проблем И без каких-либо Скажем так Вариантов Можете Делайте Если у вас возможности Такой нет То Я бы вам посоветовал Играть только во взводе И желательно Это делать с танками 7-8 уровня То есть Тяжелые танки 7-8 уровня Такие как Т29 Т32 Я считаю Что идеально подходит Для взводной игры С Т28 Т28 Танкует Принимает дамаг И сама дамажит А Т29 И Т32 Саппортят ее Не дают противникам Закаруселить И всячески Держат на гуслях Врагов Вот так вот И Почему 7-8 Ребят Потому что В таком случае Велик шанс того Что вас кинет Не совсем в попу Списка команды Возможно вы будете Даже попадать в топ Вот Поэтому Именно вот так все На этом у меня В принципе все Больше сказать о данной ПТ Я ничего не могу Вот Я думаю Все достаточно ясно Поняли посыл данного видео Вот Писать в каких-то Нагибаторских характеристиках Показывать какие-то Эпичные нагибы На данной ПТ Пытаться сыграть Какой-то бой Ну Я не стал Честно скажу Если понимаете Просто суть в том Ребята Что Если машина хорошая Я вам говорю прямо Что она хорошая Если она говно Унылое Я вам говорю прямо Что она унылое говно И в данном вводе В данном видео Я хотел именно сказать то Что ПТСАУ Т-28 Унылое говно Вы можете соглашаться со мной Можете не соглашаться Это уже ваше право Как любого Свободного человека На данном Этапе У меня все В данном видео Я курил орешки Специально для передачи Лучшее в рпл неделе С вами был Джов Уголок нагибатора Удачных вам нагибов Здоровья И благополучия Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok